Привет-привет, меня зовут Елена Юлкина, и в этом видео мы поговорим на тушащипательную тему, что купить в фикс-прайсе, чтобы это не было кучей мусора. Скорее всего, я так и назову это видео, потому что в этом году я очень разочарована качеством игрушек в фикс-прайсе. Я понимаю, что доллар растет, но они тоже поднимают цены, но зачем так ухудшать качество? Я честно пришла в фикс-прайс, думала, куплю сейчас мишуры, еще всяких там шариков, таких, чтобы было не жалко, но и хороших, как бы нормальных, адекватных, но, блин, у меня это немножко качество меня сильно удручило. Мы были вместе с мужем, я просила, боже мой, может у меня просто очень плохое настроение, выбери что-нибудь нормальное ты, и даже он не смог ничего выбрать. Ну, в общем, это было грустно. Так, но я все равно купила кое-что, и я сейчас вам это покажу, и я надеюсь, что это не мусор. Первое, что прям очень бросается, наверное, в глаза всем, кто заходит сейчас в фикс-прайсе, это вот такие вот носочки, такие мягкие, пушистые, с верхушечками носочки, для того, чтобы с противоскользяшками. Они, кстати, не такие уж и дешевые, они стоят 200 рублей, ну, 199. Но я думаю, что, блин, в любом магазине вы купите такую штуку дороже. Главное, приходится очень внимательно смотреть, потому что я выбирала долго, и то у меня, вон, торчат всякие нитки. Там есть такие, которые, носочки, у которых вообще здесь вот все разорвано, и выглядит прям ужасно. Ну, там много расцветочек, ну, по крайней мере, по расцветочкам они очень клевые. Еще одни носочки за 77 рублей, они с миленькими-миленькими мишечками, и я думаю, что это в красную такую полосочку. Конечно, у нас не Рождество, у нас нет вот такой вот расцветки традиционной, но все равно это очень мило, и носочки, ну, очень хорошие по качеству. В Ашане сейчас в среднем носочки стоят в районе, по-моему, от 100 рублей. Здесь за 77 рублей, тоже экономия, ну, какая-никакая. Следующая покупка, именно за ней я шла фикс прайс, ну, за игрушками и за этой штукой. Это формочка для салатов, в которую вы кладете салатик, надавливаете, и он у вас остается на плоской тарелочке в красивой форме. Я раньше делала такие штуки с салатом просто с помощью тарелки, но это не всегда удобно, потому что так получалось только с таким промайонезиным салатом, который мог выскользнуть из тарелки. А здесь вы делаете это все с помощью крышечки специальной, и мне кажется, это очень хорошая придумка для декорирования праздничного стола. Это классно. А с учетом простоты и удобства, я думаю, что можно делать красивые блюда, и не только в праздник. И все, у меня остались только из новогодних покупок моих, все. Я честно старалась, но что получилось. Так, у меня осталась еще такая небольшая мелочевка, но все равно я вам ее покажу. Я люблю показывать всякую фигню. Резиночки для волос за 55 рублей. Здесь есть зелененькие, которые тоже можно косвенно отнести к Новому году, сделать себе косички с зелененькими резиночками. Малик для одежды, у кого лезет пуховик. Я все пытаюсь приручить к Новому году и к зиме. Так что валик для чистки одежды. Мне кажется, их всех покупают в Фикс Прессе или где-то в других магазинах, где они тоже дешевые. И два набора заколочек. Не знаю, почему у меня два набора. Мне казалось, я брала один, но, наверное, я задумалась и взяла второй. Работает по принципу невидимок, но гораздо больше. И они покрепче, чем обычные невидимки. И поэтому способны удержать достаточно тяжелые волосы. Можно делать с ними вот эту прическу, которую сейчас как сестры Хабиб ходят, когда вот здесь приколотые волосочки. Ну, только с прямым пробором. И все это, все, что я купила. Никаких новогодних игрушек, никакой мишуры. Хорошо, что у меня еще осталась мишура, которую я покупала 2-3 года назад. Она была тогда суперклассная. Такая мишура пушистая, огромная, когда еще фикс прайс, был 4 рублей по 30. А в магазинах такая продавалась по 200-300-400 рублей. Сейчас этого нет. Сейчас этого просто нет. И я не знаю, если бы я, может быть, пришла первый раз в фикс прайс, может быть, я бы еще, ну, так сказала, ну, за эту цену что ждать. Но было же лучше, я ждала лучше. Если у вас в фикс прайсе есть хорошие игрушки, есть хорошие украшения, то, возможно, в нашем просто расхватали все самое хорошее и осталось только ампяка. Хотя сейчас только ноябрь. Ну, не знаю, может быть, привезут еще что-то лучшее. Может быть, мне просто не повезло. Я готова думать так, потому что я не хочу терять свою волшебную веру в чудо фикс прайса, что можно купить что-то хорошее без удара по кошельку. Хотя я когда иду обычно в фикс прайсе, я там отставляю не меньше полутора тысяч. Что? Немало. А половина из этого выбрасывается, потому что это не очень хорошего качества оказывается. Да. Но подписывайтесь. И желаю вам очень хорошего дня. Я вас очень люблю. Обожаю. Вы самые лучшие. Люблю вас.